Говорит Черкесск Здравствуйте! Умар Тикеев о некоторых событиях республики. Финансирование обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе планируется увеличить до 160 миллионов рублей. В лесах республики продолжается зимний маршрутный учет зверей. В Карачаево-Черкесии напишут второй международный тотальный диктант на языках народов республики. В следующем месяце на курорте Архыз пройдет ежегодный фестиваль электронной музыки и спорта «Ритм Гор». Далее об этих и других темах подробнее. В Карачаево-Черкесии напишут второй международный тотальный диктант на языках народов республики. Его основная цель – популяризация языков народов республики в России и за рубежом, повышение интереса к родному языку, анализ уровня владения им, а также поддержание мотивации к активному изучению родного языка, формированию речевой этики и грамотности. Более 60 площадок откроются для участников диктанта, а центральной базовой площадкой выступит Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева. С данной площадки будет осуществляться прямая трансляция диктанта на другие базовые площадки, расположенные на территории России и в странах, где проживают представители диаспор народов Карачаева-Черкесии. В 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия прежде всего направлены на повышение престижа профессии учителя. Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Сегодня педагогическая сфера испытывает определенные дефициты. Необходимо привлекать в педагогическую сферу более молодых, амбициозных работников, педагогических работников, в том числе для популяризации профессии учителя, для повышения социального статуса педагогических работников, для мотивации более молодых педагогов, в том числе. И был объявлен год педагога и наставника. В этой связи на региональном уровне создан Республиканский организационный комитет, в куда вошли все руководители органов власти. Также разработан необходимый план мероприятий, который состоит сегодня из 73 мероприятий пока на сегодняшний день. И мы уже приступили к реализации этих мероприятий. В Центре управления регионом обсудили модернизацию первичного звена здравоохранения Карачаева-Черкесии. О проводимой работе и планах сообщил министр здравоохранения Казим Шаманов. В 2020 году порядка 18 ФАПов было построено. В 2021 году начался ремонт поликлиники в Малокарачаевском районе, строительство врачебной амбулатории в Ирсаконе. На 2023 год у нас в планах строительство 16 ферческо-акушетских пунктов на территории Республики Новых. Ремонт или конструкция четырех объектов здравоохранения. Активно работаем по обновлению материально-технической базы. Приобретается необходимое медицинское оборудование, которое именно входит в стандарт оснащения первичного звена. Туда же входит и программа по укреплению кадрового потенциала. Это вот и программа «Земский доктор». Это все общая программа приобретения санитарного транспорта. Порядка 40 легковых автомобилей уже приобретено и мы отправили в районы. На 50% мы обновили автомобили скорой медицинской помощи. Ежегодно мы получаем от 10 до 16-18 автомобилей скорой помощи, и которые также передаются в районы Республики. И эта программа еще будет продолжаться и в 2023, и в 2024 году. Я думаю, это данные по результатам мониторинга программы. Она может быть, скорее всего, и продолжена. Основные наши задачи и всей программой модернизации – это удовлетворенность населения жителей Карачаево-Черкесской Республики. Финансирование на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе планируется увеличить до 160 миллионов рублей, что почти на 60% превышает показатели прошлого года. Этот вопрос находится в центре пристального внимания прокуратуры Карачаево-Черкесии. В 2023 году в результате принятых прокурорами мер сумма бюджетных средств на приобретение жилья увеличена на 40 миллионов рублей. При этом общий объем средств, предусмотренных в республиканском бюджете, неуказанные цели в текущем году, как мы уже говорили выше, составит более 160 миллионов рублей. 17 февраля в Черкесске пройдет мероприятие «Эффективная занятость» с участием представителей вузов и СУЗов Карачаево-Черкесии. Его участники обсудят вопросы эффективного взаимодействия со специалистами, работающими в сфере молодежной политики, создания механизма реализации плана работы регионального министерства по делам молодежи. Кроме того, участники мероприятия рассмотрят программу развития молодежи республики. Спикером выступит заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов. В целях поддержки активных, талантливых и одаренных детей образовательных организаций республики и Министерством образования и науки проводятся клубы выходного дня. В рамках первого этапа с 11 февраля по 30 апреля будут организованы двухдневные поездки в курортный поселок Домбай. Отдыхом за этот период будут охвачены 720 школьников из всех городов и районов республики. Минувшие выходные в Домбай уже побывала первая группа школьников из 60 человек. В рамках второго этапа клуба выходного дня также будут организованы однодневные поездки в Кисловодск, отдыхом будут охвачены еще 780 детей. Наладить эффективный диалог с властями стало возможным благодаря платформе обратной связи, разработанной Федеральным министерством цифрового развития. Теперь направить обращение в госорганы или органы местного самоуправления можно через специальный виджет на всех сайтах ведомств и муниципальных учреждений республики. Быстро, легко и не выходя из дома. Комментирует информацию первозаместитель министра цифрового развития Инвер Кипкеев. Итогом 2022 года Карачао-Черкесия успешно поднялась и является лидером. Она занимает седьмую строчку среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления ответов, по качеству внедрения платформы обратной связи. Перед нами поставлена задача, чтобы платформа обратной связи, она стала такой системой, через которую максимально и оперативно решались актуальные вопросы граждан Карачао-Черкесской республики. В парках Черкеска стала заметно светлее после модернизации системы освещения, написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Баскаев. В парке «Юность» и «Аллее Славы» заменили более 50 светодиодных ламп, выполнены масштабные работы по замене электропроводки. На «Аллее под аватор» обновили 40 ламп и более 20 светильников, устранили дефекты замыкания электрических проводов. А в Покровском парке восстановили линию, отвечающую за работу 12 светильников, заменили более 60 ламп и 15 светильников. На улице Первомайской заменено 40 осветительных приборов, переупаковано 15 светильников с заменой проводки. В общей сложности обновлено 250 ламп. Подрядная организация в течение года будет следить за состоянием освещения и в случае необходимости оперативно менять лампы. Студенты СКГА при поддержке партии «Единая Россия» изготовили для бойцов уже сотни комплектов теплого белья, балаклав и носков. Студенты Академии уже давно активно поддерживают наших бойцов. Студенты медфакультета СКГА регулярно помогают врачам военного госпиталя Ростова-на-Дону. Информацию комментирует руководитель регионального исполнительного комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. Мы все прекрасно понимаем ту ответственность, которую мы несем перед нашими военнослужащими, которые призваны из нашей республики. Поэтому я уверен, что эта помощь, она своевременная и очень необходимая, тем более учитывая те погодные условия, в которых они сегодня проходят службу. В лесах республики продолжается зимний маршрутный учет зверей. Региональное министерство природных ресурсов и экологии осуществляет регулярные наблюдения за численностью и распространением диких животных и их размещением в среде обитания. Учет диких животных прошел на площади более 1 миллиона гектаров. На основании полученных данных устанавливаются лимиты квоты добычи животных. По итогам позапрошлогоднего-прошлогоднего учетов по всем видам животных наблюдается увеличение численности. Карачаева-Черкесия поставила в Абхазию и Азербайджан 119 тонн кефира, мацони, каймака и йогуртов, комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. С начала 2023 года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы экспортные поставки молочной продукции из Карачаева-Черкесской республики в Абхазию и Азербайджан. В настоящее время уже отгружено 119 тонн молочной продукции. Экспортируемая продукция представлена широким ассортиментом – айраном, кефиром, мацони, каймаком, йогуртами, сметаной, молоком и маслом. Для подготовки каждой партии к отгрузке управлением Россельхознадзора были оформлены 25 ветеринарных сертификатов. Все экспортированные партии, транспортные средства и условия перевозки отвечали требованиям стран-импортеров. В целом можно отметить, что объемы экспорта молочной продукции выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 10 по 12 марта пройдет ежегодный фестиваль электронной музыки и спорта «Ритм Гор». Любителей активного отдыха ждут экстремальные соревнования, выступления артистов, кинопоказы, лекции, мастер-классы от профессиональных райдеров. Начнется фестиваль массовой спортивно-танцевальной разминкой на главной площади курорта в поселке «Романтик». 11 и 12 марта также на курорте в поселке Архыз запланированы вечеринки на открытом воздухе, концерты инструментальной музыки и выступления приглашенных диджеев. Хедлайнеры фестиваля приедут из Москвы, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Пятигорска. В Чечне прошли чемпионаты первенства Северокавказского федерального округа по панкратионам. В результате упорной борьбы копилку Карачаева-Черкесии различными наградами пополнили 10 спортсменов. В предстающее воскресенье на территории Старого пруда парка культуры и отдыха «Зеленый остров» состоится открытый чемпионат Черкеска по ловле на мормышку со льдам. Подробности сообщил директор Федерации рыболовного спорта Республики Сергей Бугаев. Мероприятие пройдет в один день, в два тура. Первый тур – два с половиной часа до обеда и второй тур – два с половиной часа после обеда. Время сбора в 7.30 утра на водоеме. Более подробную информацию можно посмотреть на страничке ВКонтакте, которая называется «Форум Федерации рыболовного спорта КЧР» или по телефону 8-906-445-49-37. Помимо бура, удочки и приманок, каждый участник должен иметь два флажка, изготовленных в произвольной форме с примерными размерами 10 см на 20 см. Как раньше ходили с флажками на парад абсолютно любого цвета. Это нужно для того, чтобы обозначить свои лунки. В соревновании могут принять участие все желающие – женщины, пенсионеры, юноши до 18 лет – обязательно в сопровождении родителей. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, местами снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха минус 3-8, в горах местами до минус 14. На дорогах гололед, местами снежные заносы. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавиноопасность. В Черкесии снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. На дорогах гололед, снежные заносы. А столбик термометра пустится до 6 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.